Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатензейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Алкомаркет на дому. В одном из населенных пунктов региона жительница поселка организовала незаконную продажу горячительных напитков. Доходы окружного бюджета в следующем году составят более 20 миллиардов рублей. На сессии собрания депутатов приняли главный финансовый документ региона на 2022 год. Праздник к нам приходит. Новогодняя атмосфера уже царит в окружной столице Ненецкого автономного округа. Алкомаркет на дому. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» сотрудниками правоохранительных органов было проведено более 70 проверочных мероприятий. Так, в одном из населенных пунктов региона жительница поселка организовала незаконную продажу горячительных напитков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в доме местной жительницы было изъято порядка 2000 литров спиртосодержащей продукции. По ее словам, приобретенный алкоголь она покупала в магазинах города Архангельска и транспортировала его к себе вездеходами. Сотрудниками оперативного подразделения проведены оперативно-розыскные мероприятия и данное лицо заключено в преступной деятельности по факту незаконной реализации алкогольной продукции. Дом являлся мини-алкомаркетом, где реализовалась алкогольная продукция. В настоящее время алкогольная продукция направлена на химическую экспертизу в город Архангельск для выявления в наличии опасных веществ для жизни и здоровья. Материалы переданы в следственное дело МВД России по Ненецкому автономному округу для принятия решения и возбуждения уголовного дела. Добавлю, ранее эта местная жительница уже была привлечена к административной ответственности за незаконную реализацию алкогольной продукции. За прошедшие сутки в НАО зарегистрировано 9 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу и Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО. В числе заболевших шестеро жителей Наринмара, двое жителей Красного. Кроме того, зарегистрирован один привозной случай заболевания коронавирусом из Алтайского края. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3399 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3131 человек. За прошедшие сутки 15 пациентов. В регионе зарегистрировано 84 летальных исхода от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс находится 172 человека. Еще у одного пациента коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммунно-ферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 173 человека. Из них стационарное лечение получают 22 человека, амбулаторное – 151. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1106 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты эпидконтроля в аэропорту Наринмара на посадочных площадках в Нижней Пёше ОМИ и НИСИ. Обязательный масочный режим – система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача ПАНАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемиологическим показаниям. 16 декабря на сессии Собрания депутатов был принят во втором окончательном чтении главный финансовый документ округа на 2022 год и плановый период. Напомним, в первом чтении законопроект об окружном бюджете был принят на сессии 24 ноября. В соответствии с процедурой принятия во втором окончательном чтении рассматриваются текстовая часть документа и поправки. В связи с принятием федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов изменились основные характеристики окружного бюджета, утвержденные при принятии проекта закона об окружном бюджете и в первом чтении. Доходы окружного бюджета на 2022 год уменьшаются на 1,8 млрд рублей и составят 20,6 млрд. Расходы уменьшаются почти на 2 млрд рублей и составят 22,6 млрд. Дефицит окружного бюджета в 2022 году составит чуть более 2 млрд рублей. Уменьшение доходов и, соответственно, расходов связано со снижением на 2,3 млрд рублей безвозмездных поступлений на строительство автодороги на Ринмар-Усинск. Вместе с тем предусматриваются средства в размере 197,5 млн рублей на выполнение работ для подготовки и передачи этой автодороги в федеральную собственность. Главный финансовый документ региона на сессии представила заместитель губернатора Ненинского автономного округа, руководитель Департамента по экономике и финансам Татьяна Лагвиненко. В предлагаемом законопроекте сохранены основные приоритеты. Это непрерывное финансирование бюджетной сферы, принятые социальные выплаты предусмотрены в полном объеме, продолжена реализация региональных проектов, в том числе строительство дорог, социальных объектов и жилья. Доработана текстовая часть закона по ряду статей, устанавливающей особенности отдельных расходных обязательств. Увеличено ассигнование на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненинского автономного округа, увеличено бюджетное ассигнование на субсидии сельхозтоваропроизводителям, увеличено бюджетное ассигнование на субсидии, гранты на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, на выполнение социальных проектов и субсидии местным бюджетам на реализацию проектов по поддержке местных инициатив, А также перераспределены средства на неучтенные в проекте закона в полном объеме бюджетное сигнование на первоочередные и социально значимые направления. В окружном бюджете будущего года предусмотрена индексация окладов работников бюджетных учреждений на 4% с 1 января 2022 года. Увеличены оксигнования на выполнение учреждениями государственного задания. В бюджете региона на 2022 год предусмотрено более 3 миллиардов, а именно 3 миллиарда 344 миллиона рублей на 164 меры социальной поддержки. Следует отметить, что характер окружного бюджета будет не только социально направленным, но и обеспечит реализацию государственных программ, которые призваны обеспечить развитие региона. Мы приняли бюджет, над которым мы работали с сентября месяца и в котором максимально учтены вопросы, которые связаны по расходам на текущий год и на плановый период 2022-2023-2024 года. Это очень важно, потому что мы заявляем о том, что у нас социальная политика является центральным звеном, главной задачей для того, чтобы мы могли выполнять все социальные обязательства перед нашими жителями. С увеличением доходной части окружного бюджета в 2022 году главный финансовый документ региона будет корректироваться в сторону увеличения расходных обязательств. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, Телеканал Север. Общественные слушания по проектной документации оценки воздействия на окружающую среду строительства эксплуатационных скважин Кумжинского газоконденсатного месторождения состоялись накануне в Нининском округе. Напомним, речь идет о месторождении, которое расположено в дельте реки Печоры. Всего предполагается обустроить 6 кустовых площадок с 32 скважинами. Общественные обсуждения по проекту строительства эксплуатационных скважин Кумжинского газоконденсатного месторождения прошли на площадке администрации Заполярного района. По итогам слушаний поступило порядка 30 письменных замечаний от профильного департамента граждан общественных организаций. В рамках состоявшейся сессии регионального парламента депутаты попросили главу региона ответить на вопрос, с какой точки зрения органы власти будут оценивать обсуждаемый проект. Какой бы инвестиционный проект к нам не заходил в наш округ, какие бы огромные суммы инвестиций не заявлялись, количество рабочих мест, налогов, неважно кто этот инвестор, Русхим, Лукойл, Газпром. Самое главное в оценке проекта было и будет это безопасность людей и сохранение уникальной арктической природы. Никакими деньгами нельзя оценить жизнь и здоровье людей. Это вот пандемия нам показала. И нельзя никакими деньгами оценить уникальную природу, которая создавалась не столетиями, а тысячелетиями создавалась. И может быть это самое главное богатство нашего округа. Новый формат встреч с представителями региональной власти появился у жителей Заполярья. Первой стала жительница из Харивера. Она поговорила с главой Заполярного района Виктором Ильиным в режиме онлайн. Встреча проходит в формате видеозвонка. Все, что нужно, это обратиться в МФЦ, которая есть в столицах сельсоветов. Такой формат немного угощает возможность получения обратной связи и решения проблем. Ехать в Наринмар теперь нет нужды. В специальном приложении есть возможность также загружать документы. Вопрос рассматривается около недели. А готовый ответ уже озвучивается на самом видеозвонке. Первый вопрос прозвучал от жительницы Харивера. Предварительно я понимал, что речь пойдет непосредственно об услугах, о качестве оказываемых услуг сотовой связи, интернет в Харивере. Потому что там не очень все с этим делом хорошо. Поэтому здесь, соответственно, обратился к своему коллеге с тем, чтобы он помог прокомментировать, что сделано, что планируется и когда наступит улучшение. Единственный вопрос, который стараются проработать – возможность видеоконференции. Так как иногда вопросы могут быть из другой области. А для более полноценного ответа требуется помощь специалистов. Третий день 13 ведущих врачей-онкологов из Москвы проводят профилактические осмотры и мастер-классы в Наринмаре. Более 200 жителей обратились за помощью к специалистам и уже получили ответы на волнующие вопросы. Наталья Дуркина продолжит тему. Подготовка превыше всего. Для проведения УЗИ органов брюшной полости необходимо придерживаться установленных правил. Диагностика проводится натощак. Даже если нет показаний для проведения процедуры, необходимо это сделать в целях профилактики. Абсолютно может быть и никаких показаний, но скрининговые исследования необходимо проводить. Потому что в большинстве случаев в патологии может протекать бесследно и на ранних стадиях их можем не выявить. Что касается рака шейки матки, то здесь очень много способов выявить ее на ранней стадии. Необходимо посещать гинеколога ежегодно. Для профилактики шейки матки изобретено очень много методов, часть из которых входит в обязательный скрин, как исследование московской шейки матки на ВПЧ, вирус папиллома человека, и цитологическое исследование МОСКА. В зависимости от возраста, регулярность этих осмотров и приемов регламентирована особым программами. То есть молодые женщины, начинающие половую жизнь, должны обследоваться раз в три года на вирус папиллома человека и МОСКИ на цитологу традиционную делать. Вот, собственно, и все. А дальше это уже как бы начало пути. Дальше выявляются пациентки, у которых все-таки есть шанс заболеть раком шейки матки. Они и тех, у которых шанса нет. Но обязательно визит к врачу. Из года в год по всей России статистика немалимо растет. Все больше у женщин выявляют недуг на ранней стадии. Точно могу сказать, по 2019 году более 17,5 тысяч первые являются заболевших раком шейки матки. И это, начиная с рака шейки матки, первой А стадии. То есть такая патология, дисплазия шейки матки и рак ин ситу ушли совершенно в другую статистику. Раком ин ситу впервые выявляется каждый год не менее 4,5 тысяч. И это только рак ин ситу, не считая дисплазии. По дисплазиям статистики онкологи не ведут. Но где-то мне попадались цифры, что около 12 тысяч женщин, как минимум, имеют дисплазию 2,3. То есть это плюс, плюс и плюс. То есть конкретно рак шейки матки больше 17,5 тысяч в год. Цифры эти растут приблизительно 2-3 тысячи каждый год. Что касается статистики заболевания раком шейки матки у женщин в Ненецком округе, то специалисты регистрируют её всё чаще. Но то, что эта патология у нас растёт, как везде, не только в России, но и в мире, и она молодеет, и мы находим рак шейки матки очень молодых женщин, это абсолютно точно. Более 200 пациентов получили консультацию специалистов и получили ответы на волнующие вопросы. Врачи-онкологи отмечают высокую подготовленность жителей округа к приёмам. Пациенты подготовлены к осмотру, все выполнили компьютерную томографию. Очень удобно то, что я за своим рабочим местом могу тут же обратиться к любому исследованию. Они находятся в единой компьютерной базе данных. Это очень удобно проследить динамику, если пациент выполнял компьютерную томографию год или два года ранее. Ну и, соответственно, мы можем оперативно ответить на любой вопрос пациента. Кроме того, в том случае, если нет свежей компьютерной томографии или необходимо её повторить в течение нескольких часов этого же дня, пациент направляется на КТ мной и ему выполняется компьютерная томография. То есть всё действительно оперативно, организация на высшем уровне. Все силы эндоскопического сообщества направлены на то, чтобы выявить рак на ранней стадии, а также предопухолевых состояний. Рак толстой кишки – это тот тип заболевания, который развивается из доброкачественных образований достаточно длительно. Предупредить болезнь может именно скрининговая колоноскопия. Суммарно мы выполнили 14 диагностических процедур, 1 оперативную процедуру. У двух пациентов у нас выявлены доброкачественные образования, которые сразу же были удалены. И одной пациентке было диагностировано на эндокринговых или желудка. В ближайшее время она будет эндоскопически оперирована в условиях Нининской окружной больницы. Здесь для этого есть все условия, как техническое оснащение, так и грамотные специалисты. Тактику мы обсудили, поэтому в ближайшее время девушка молодой будет оперировать здесь, в нашей колоноскопии. Что касается проведения гастроскопии, то она показана людям от 40 до 45 лет. Колоноскопия проводится только в том случае, если есть положительный тест на скрытую кровь. Проведение этого теста обязательно показано людям, достигшим 40-летнего возраста. Также в ходе проведения Всероссийской акции «Онкопатруль» были организованы мастер-классы для местных врачей. Общение с коллегами во-первых, такого уровня, во-вторых, это живое общение. И все равно удалось узнать опять какие-то существенные нюансы, казалось бы, такой избитой, известной мне ситуации. Поэтому очень полезное было общение. Я в восторге. Добавлю, 17 декабря в 16.00 пройдет информационно-просветительское мероприятие в здании городской администрации. Напомним, проект «Онкопатруль» направлен на ранее выявление и профилактику онкологических заболеваний. Проект реализуется в рамках национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Наталья Дуркина, Антон Водряков, Телеканал «Север». До Нового года остается две недели. Окружная столица уже преобразилась к празднику. В нескольких микрорайонах установили главный символ – ёлку. В новогоднем убранстве площадь Марацей и Ленина, а также посёлок Искателей. Новые экспозиции помогают не только сделать более яркой полярную ночь, но и почувствовать атмосферу праздника. Подробнее расскажет моя коллега Елизавета Кабанова. Фигуры в виде традиционного чума, а рядом северные звери и оленевод, как символы Ненинского округа. Чуть поодаль стоят весьма оригинальные снеговики. Если через приложение на телефоне считать QR-код, то через дополненную реальность можно увидеть, как они оживают и танцуют. Всё-таки та доброта и тот цвет, который мы храним, запах мандарина, запах свежей ели, это именно то, что и возвращает нас в сказку, и возвращает в детство, и позволяет хоть на какой-то момент отрешиться от тех проблем, от тех какой-то нервозности, которые сейчас где-то существуют, и увидеть, что мы люди, мы человеки, и мы должны с добром в первую очередь относиться к друг другу. На Марацей – высокая ёлка и четырёхметровый Дед Мороз. Куда же мы без них в этот праздник? В полную силу иллюминацию включат только на официальном открытии ёлки, которое состоится 25 декабря. Впрочем, уже сейчас можно почувствовать новогоднюю атмосферу. К украшению города и посёлка Искателей более чем серьёзный подход, чтобы жители округа смогли почувствовать атмосферу задолго до самого праздника. Это прибавляет новогоднее настроение. Да, сразу витает в воздухе атмосфера новогодняя и счастье. Очень красиво. В городе я не была. А в Искателях нам всегда нравится. В городе красиво, в посёлке очень красиво стало. Лучше, чем в городе у нас. Особенно красиво вот здесь, на площади. Очень красиво. Всё делается людьми для людей. Например, милые шапки на зверюшках были инициативой работников, потому что доброта к ближнему и любовь к городу помогает создавать нечто прекрасное. А для особо творческой молодёжи от 14 до 35 лет администрация города Наринмара даже провела специальный конкурс. Участники представили работы, выполненные в разных техниках. Есть и одна открытка вне конкурса. Она из нижней пёши и сделана вручную из дерева. Мы обратились к жителям, к молодёжи города, чтобы для того, чтобы создать хорошее праздничное настроение, они бы поздравили город с помощью открыток, нарисованных, и с помощью видеооткрыток. На конкурс поступило более 15 открыток нарисованных и 3 видеопоздравления. Каждый день, начиная с 13 декабря, открытки публикуются на официальных страницах администрации города в социальных сетях. Итоги подведут 23 декабря. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды.